Украине обещают очередной миллиард от Соединенных Штатов, обещают 335 миллионов на военной помощи. Однако, нужно понимать, что за всеми этими обещаниями стоит одно условие, которое стоит уже последние несколько месяцев. И ни Соединенные Штаты, ни МВФ в обещании следующего транша с этого условия не сходят. Условие это заключается в следующем. Мы, Соединенные Штаты или Международный Валютный Фонд, не понимаем, с кем мы можем разговаривать. Мы не понимаем, кто сидит под ту сторону переговорного стола. И пока ясности не появится, не будет никакой помощи, не будет никаких кредитов и никаких траншей. Что интересно, поскольку я нахожусь здесь и наблюдаю последние месяцы за тем, как это условие все выдвигается, выдвигается и выдвигается, нужно сказать, что в этот раз оно выдвигается еще более настойчиво. Эта настойчивость меняется от недели к неделе, потому что в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в политическом истеблишменте, здесь складывается ощущение, что несмотря на все заверения, несмотря на все обещания, несмотря на все убеждения, что это условие будет выполнено, ничего, по сути, не меняется, и ситуация остается на том же месте. Скажите, пожалуйста, Тихон, а вот встреча с Обамой, которая не стояла в графике, которая появилась в последний момент, как я понимаю, это была протокольная встреча, что называется, короткий разговор руковожатия фото на память, или она была достаточно продолжительной, там были содержательные переговоры? Тихон. Не, ну там были содержательные переговоры, потому что там прозвучали содержательные обещания. Если бы это была встреча исключительно в кулуарной, которая заключалась бы в том, что и после которой, например, мы бы услышали, что президент Барак Обама опять выразил поддержку Украине, украинскому народу и так далее, и так далее, и так далее, то это было бы одно. Здесь же звучали конкретные вещи, связанные с Донбассом, связанные с Крымом и связанные с выделением очередной финансовой помощи Украине. Однако, опять же, и здесь на всех уровнях, на которых президент Порошенко здесь разговаривал, не уставали и не устают повторять, что все это произойдет только в том случае, если те условия, которые ставят и международные организации, и Вашингтон, Киеву не будут выполнены. Ничего этого не будет в обозримом будущем. Тихон, у нас один из присутствующих в Тодии, народный депутат Сергей Власенко, хотел бы тоже задать вам вопрос, Сергей. А у меня простое пытание. Скажите, а где эта знаменательная встреча произошла? Потому что, если это протокольная встреча, она происходит либо в овальном кабинете в Белом доме, либо в одном из помещений Белого дома. В данном случае был обычный хендшейк где-то в коридорах и короткий обмен двумя фразами. На дипломатическом языке, Евгений Алексеевич правильно абсолютно задал вопрос, это был обычный хендшейк, это не была встреча. Встреча это то, что запланировано, запротоколировано и так далее. Это не так. Я вопрос задал. Во время саммита происходит масса. Владимир, давайте я не задал вопрос. Дорогая связь, а потом вы поспорите. Я понял Ваш вопрос, позвольте мне ответить. Конечно. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, была эта встреча каким-то большим достижением президента Порошенко или не была она большим достижением президента Порошенко. Факт заключается в том, что эта встреча была, хотя заранее запланировано ее не было. А где она была? И, собственно, так и начинался этот визит. Начинался он следующим образом, что первое выступление Петра Порошенко состоялось в Конгрессе, но не в зале заседания Конгресса. Оно состоялось даже не перед конгрессменами, что вызывало здесь у большого количества людей, большое количество вопросов, что прилетает президент, его встречают далеко не на высшем уровне. И единственная встреча, которая запланирована, это встреча с вице-президентом Байденом, с которым встреч за последние месяцы, за последние два года, с момента революции было множество и в Киеве, и не в Киеве. Однако, тем не менее, эта встреча с Обамой произошла, и это факт. И можно здесь спорить о том, был это хендшейк, было это не в овальном кабинете и не в Белом доме, а там, где проходит саммит по ядерной безопасности. Но факт остается фактом, что встреча произошла, что на встрече прозвучали определенные обещания, определенные заверения. Но, и опять же, я повторю это в четвертый раз, эти заверения связаны с теми самыми условиями, которые в Соединенных Штатах на всех уровнях, не только на уровне Белого дома, не только на уровне Госдепартамента, но и на уровне американской прессы, например, которая внимательно следит за происходящим, высказываются и с каждым месяцем все настойчивее и настойчивее. Требования и условия эти заключаются в следующем. Не будет реформ, не будет ясности с правительством и с происходящим в украинской политике, не будет и никакой помощи, ни финансовой, никакой бы то ни было еще. Тихон, у меня вот какой вопрос. Очень много разговоров сегодня в Киеве, очень много публикаций в благосфере на эту тему вызвала вчерашняя статья в газете «Нью-Йорк Таймс», которая называется, если, наверное, так правильно, адекватно переводить, что «Коррупция в Украине не сдается». Вот уже звучат голоса, что, ну, знаете, эта статья опубликована на полосе комментариев и мнений, там чего только на этих полосах не печатают. Вот на самом деле, как Вы оцениваете эту публикацию? На редакционную. Ну, мне кажется, что, несмотря на то, что это действительно опубликовано на статье комментариев и мнений, не стоит эту публикацию недооценивать. Во-первых, это публикация не какого-то, знаете, блогера-самоучки или журналиста-самоучки, который решил опубликовать свое мнение в газете «Нью-Йорк Таймс». Это мнение редакции, это редакционная колонка, которая ровно таким образом и подписана. Во-вторых, это газета «Нью-Йорк Таймс», опять же, одна из самых авторитетных американских газет, одно из самых авторитетных американских изданий, которое пристально, одно из немногих американских изданий, которое пристально следит за ситуацией в Украине, за процессом реформ или за процессом неудачи в этих реформах. Ну и, наконец, на это, мне кажется, стоит обратить внимание хотя бы по формулировкам, потому что одна формулировка про то, что невозможно, я сейчас не помню точно цитаты, если ничего не будет меняться, то мы лопатой будем закидывать деньги в коррупционное болото. Согласитесь, это довольно жесткая формулировка и довольно однозначная, и довольно конкретная. И когда подобные слова появляются в газете «Нью-Йорк Таймс», на страницах которой в этой самой рубрике печатаются президенты и главы государств, конечно, к этому нужно относиться серьезно, потому что публикация эта не возникла из воздуха. Публикация эта отражает те самые настроения, которые здесь, в Вашингтоне, существуют уже на протяжении последних месяцев. По сути, это повторяет, например, слова президента Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая в начале февраля выпустила, опять же, беспрецедентно жесткое заявление, суть которого заключалась в том, друзья, мы очень хотим вам помогать, но пока вы не разберетесь с тем, что у вас там происходит, мы вам помогать не сможем. Затем во вторую годовщину аннексии Крыма Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по международным делам, повторила эту же мысль, которая заключается в том, что ни МВФ, ни Соединенные Штаты Америки не в состоянии помочь Украине, пока Украина не разберется в политическом кризисе и не скажет, вот эти люди, с которыми вы можете вести переговоры, и Вашингтон или МВФ скажут, вот мы теперь в них уверены, и мы можем им выделять средства. Ровно это настроение американского политического эштаблишмента и настроение международных организаций выражают журналисты газеты New York Times в редакционной, еще раз повторю, статье, не в статье какого-то неизвестного никому журналиста, а в редакционной статье самой, пожалуй, влиятельной газеты Америки.